Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Посмотрим, какие просто классные вещи и каких классных коней сегодня к нам добавили в игру, а также поговорим о том, что нас ждет на следующей неделе и не только. Поэтому уседлайте своих коней и поехали! Начнем с самого основного. Ребята, вы знаете, что если вы следите за новостями Star Stable, то разработчики недели две назад выложили пост с подробными обновлениями на весь оставшийся месяц, на 4 недели. И нам говорили о том, что в этом обновлении сегодня нам добавят магических фризов драконов. А на следующей неделе должны были бы добавить, здесь его правда нету в этом окошке, обновление конного манежа. Но как-то по величию судьбы сегодня, когда добавили этих красавчиков, а добавили еще и обновленный манеж. И знаете, я так сильно ждала магических фризов, но когда я узнала от своих ребят, сидя на работе, что сегодня еще и обновили манеж, я просто, у меня чуть не была остановка сердца от радости и восторга от того, что это произошло наконец-то. Так что сейчас мы по частям, по кусочкам посмотрим все, что обновили здесь и что добавили нового. Давайте начнем смотреть снаружи. Во-первых, манеж стал больше. Это от того, что каждая часть манежа стала шире. К примеру, выездков в манеже нам просто увеличили зону, и теперь манеж стал нормальной прямоугольной формы, отчего он стал выглядеть как будто бы в два раза больше. А в конкурном же манеже добавили трибуны, что не менее классно. Но меня интересует другой вопрос. Зачем здесь стоят вот эти вот коновязи? Я хочу сказать свое предположение, что здесь будут продаваться лошади. Возможно, в будущем, к примеру, каких-то либо супервыездковых конкурных пород. Или же, к примеру, сюда будут ссылаться какие-то лошади вторых поколений, потому что я считаю, это вполне возможно. Но вы тоже можете предполагать свои версии и не соглашаться с моими мыслями. Это нормально. Но сам факт, здесь явно кто-то будет стоять. Ну или разработчики решили сделать это место для гигантских клубов, где можно собираться перед тренировками, привязывать лошадь, ухаживать за ней, и все в этом духе. Также у нас тут стоит закрытая коневозка, чисто для атмосферы. В остальном ничего не поменялось. Все даже тот же одинокий конемару стоит без своего хозяина. Как же нам его жалко. Будочка и почтовый ящик переехали ближе к березе и стали находиться здесь единым целым. Коневозка, которая открывается по заданию, тоже стоит также на своем месте. По сторонам ничего не изменилось. Ларек, стоги сена, коновязи. Все как было, так и осталось на своем месте. Но вот внешне и внутренне мы сейчас будем изучать уже все намного подробнее. Давайте же начнем с конкурного манежа. Здесь теперь стоят предощечки на одной стороне. Я не помню, мне кажется, раньше они стояли здесь, две и одна здесь. Теперь они все находятся на одной стороне. Так вам кажется намного удобнее. Теперь у нас здесь новые препятствия. И, ребята, я вам клянусь, когда я посмотрела про трансляции Каролины, как это выглядит. И даже сейчас вот так вот я катаюсь на своем арабе, смотрю на все эти новые классные препятствия. Совершенно другие, но нового вида. Да еще в таком светлом помещении я вспоминаю все игрушки своего детства, которые я играла. И это просто божественно. Также вот эти трибуны, на которых еще можно танцевать. Но, правда, теперь все коники желают сюда забраться. Я не знаю зачем, потому что тут все открывается с двух сторон. Потому что кроме трибун нам добавили в конкурном манеже две зоны. Первая зона это чисто отдохнуть. К примеру, вы собираете своих друзей, своих соклубовцев, и они оставляют здесь лошадей. И пока кто-то из их товарищей выступает, они сидят на трибунах. Как только им нужно выступать, они сбегают с трибуны, садятся на коне, открывают ворота и идут на исходную точку. Мне кажется, это очень круто. Во втором же таком маленьком отделении с дверцей нас ждет еще одна зона отдыха. И сервис с какой стороны кому удобнее. Никакого актива, никакой деятельности, никаких рабочих функций. Просто как два мини-помещения, отделенных от основной площади, для ожидания своей очереди на выступлении. Я скачки еще не проходила, но уже в полном восторге. А также я уже успела провести почти полторачасовую тренировку своему клубу. Итак, теперь мы начинаем осматривать уже выездковый манеж. И вот тут уже очень много красок, что мне придется, к сожалению, отключить все это, чтобы посмотреть нормальное в тишине и покое на все функции данного манежа. Что могу сказать? Он действительно стал больше. И давайте начнем все-таки с вот этих отделений. И начну я, пожалуй, с крайнего. Ну, вообще, самое первое, что бросается в глаза. Все стало светлее. Он стал больше, длиннее. И разместили четыре дополнительные буквы. Которые, по сути, всегда были в манеже, но они не отмечались. Оформление, мне кажется, просто на высшем уровне. Теперь я считаю, что это действительно какой-то классный манеж, какой-то выездковой школы или супергигантского элитного КСК. И это не может не вдохновлять. Здесь у нас есть специальное место, где мы можем менять прически лошади. Знаете, мне кажется, это было бы в особенности круто и популярно, если бы мы покупали прически коням, и они оставались у нас как прически для персонажей. И мы здесь в любом месте. Допустим, у меня раб постоянно был бы с распущенной гривой. И в случае прихода на тренировку, в обязательном порядке должно быть наличие шишечек. Я просто за бесплатно, так как я уже купила этому коню прическу, я заплетаю ему шишки. Вот в этом случае наличие здесь парикмахерской, мне кажется, было бы абсолютно удобнее. И абсолютно более используемым, наверное, функционалом, чем есть на самом деле, чем есть сейчас. Давайте теперь перейдем к этому разделу. Я считаю, его нужно посмотреть прежде, чем перейти вон к той коробочке. Во-первых, аксессуар и оформление. Просто зашкаливающая шкала комфорта. Вы посмотрите, во-первых, вся новая амуниция, новые уздечки, новые седла, даже если они одинаковые. Создается просто ощущение того, что тут действительно какая-то присутствует жизнь. И даже вот эти вот стоящие полулежащие сапоги посмешили уже моих соклубовцев тем, что напоминают реальную жизнь и что не всегда ботинки стоят в идеальном состоянии. Ну и шлемаки вместе с сапогами тоже. Здесь у нас стоит шкаф и тумбочка, но... точнее комод. Комод играет именно функцию нашего шкафа. Это очень классно, потому что чаще всего, когда ваши ученики забывают что-то переодеть, их приходится выгонять в прямом смысле в конюшню, для того, чтобы они переодели какой-либо элемент одежды. Вот, допустим, я захотела цилиндр впервые в жизни, я взяла его здесь и переодела по возможности. Также есть место отдыха, где вы можете сесть, посидеть со своими друзьями спокойно, но ничего не заказывая. Еду приносите с собой. Это не кинотеатр, здесь это делать можно. Также скамеечки, на которых можно посидеть. И даже внутри манежа, казалось бы, у нас снаружи стареет ларек с едой, но внутри манежа он тоже присутствует. Так что если вам нужно просто быстро покормить вашу лошадку, вы можете купить это даже внутри манежа. А теперь самая классная часть. Это вот эти кресла. Да, это не ноутбук, не виниловая пластинка, это кресло. Если вы знаете, что ваши ребята занимаются хорошо, вы можете элегантно так сесть на это шикарное кресло. И господи, я бы в жизни просто бы растеклась по этому креслу, потому что я уже смотрю на него и чувствую, какое оно удобное. И можете наблюдать, как занимаются ваши ребята. Единственное, это все-таки тяжело делать, так как манеж большой, и мы только-только его увидели своими глазами. И сложно из такого, с такого большого расстояния оценивать качество выполнения алюров и элементов. Но давайте начнем с того, что музыка. Теперь мы можем включать музыку. Правда, пока что мои соклубовцы сказали, что они не слышат никакой музыки, но может быть она у них была выключена. Ну, не до конца понятно. Это функция. То ли эту музыку слышит только тот, кто ее нажимает, я не знаю. Кстати, надо будет проверить. Может быть всем стоит нажимать, и тогда весь клуб будет слышать. Надо об этом подумать. У нас есть просто три канала. Это не три мелодии, это именно три канала стиля музыки. Кюр, наверное оно так считается. Лиза Петерсон, то бишь все ее песни. И Фолк Авент. Мне, если честно, нравится Фолк Авент, но иногда там проскакивают мелодии, которые слишком громкие. И даже на самой минимальной громкости в игре они все равно звучат слишком громко. И просто то, от чего можно помереть от радости. Это новая камера, у которой есть четыре режима. Первый режим позволяет вам крутить камеры. Ребята, это полный восторг. К примеру, мои ребята должны делать какие-то элементы в углу. Я могу спокойно поворачивать камеру. Это жутко удобно. Прям божественно. Я прям радуюсь. Также повороты камеры мы имеем на второй. Камеры тоже очень удобно. Мы можем посмотреть. Посмотрите, единственное, она не двигается в верхний сток, влево или вправо. Но, тем не менее, функционал этих камер очень удобен. Третья камера, она не двигается ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз. Просто позволяет наблюдать манеж с верхнего угла здания. Тоже очень удобно, к примеру, когда выполняются какие-то элементы на этом участке, на этой половине. Ну и самая святая вещь. Четвертая камера. Ребята, это вид сверху. И сейчас даже мой соклубец продемонстрирует, насколько это полезная функция. Мы можем наблюдать качество выполнения. Учитывая то, что разработчики оставили разлиновку всего манежа, мы можем смотреть, как идеально по отметочках едет наш наездик. И если он отклонился куда-то вбок, мы можем это заметить и сразу его скорректировать. Также и мы можем научить наших учеников вольтам, диагоналям, полувольтам. Всему, чему захочет наша душенька. Потому что, во-первых, тут присутствует разметочка. И она прям такая очень удобная. Тут можно и треугольники, и ромбики, и вольты, и полувольты, и все что угодно. Той бишь, вообще, это такой комфорт теперь для занятий. Вы можете заскриншотить этот участок и рисовать на нем, показывая схемы и элементы. Единственное, жалко, тут не видно букв. Вот этого действительно не хватает. С буквами было бы как-то попроще. Так что с камерой на этом все. Что же еще осталось в этом манеже? Давайте посмотрим. А осталось у нас... Игра не зависай. Да, после, правда, камеры в манеже у вас зависает мышка, и она пропадает. И нужно будет прожамкать либо правую, либо кнопку мыши, чтобы этот глюк отвис. Но это не такой сильный глюк, так что справляемся. Да, как видите, если кто-то открывает ворота, вы опять же можете через них поехать. Здесь появилась доска точно такая же, как в Морлэнде в загоне Лоретта. Но здесь у нее свой функционал. У нее, опять же, есть три кнопки, и мы сейчас по очереди их всех посмотрим. Первая кнопка A позволяет разместить такие жертвы, которые хорошо могут помочь разминаться. Единственное, здесь больше конкурный элемент, и у ребят появился вопрос, почему это осталось здесь, а не, к примеру, в конкурном манеже. Вот бы в конкурном манеже тоже можно было бы делать так, что там именно либо Ашка, либо Бшка, либо Цшка препятствий. Было бы суперски. Теперь Б. На схеме Б у нас просто стоят, так, раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, восемь конусов, которые помогают ориентироваться в разметке, в координации. И мне кажется, тут даже теперь с этими конусами можно делать что-то наподобие вестерна. Но, по большей части, это просто как разметка. И, конечно же, схема C. Это, ребята, то, о чем я мечтала уже два года. В два года, по-моему, и третий раз в день открытых дверей. Это наличие официального поездкового плаца в игре до постоянствия. Конечно, я бы хотела, наверное, чтобы он оставался у конюшен Юрвика, потому что там красиво, там на свежем воздухе. Вот если бы там трибуны еще рабочие были бы, то вообще замечательно. Но то, что его хотя бы сюда добавить, да еще в такую обстановку, это божественно, ребята. Это божественно. Я считаю, что манеж достойный. Он достойен нашего восхваления, наших радостей. И, ну, согласитесь, ребят, такого еще у нас не было. Так что я очень радуюсь манежу. А на манеже, кстати, мы и заканчиваем эту часть, потому что пора пойти и посмотреть вторую часть. Это добавление волшебных коняшек. И вот-вот мы уже на пути к желанным фризам. Потому что мне понравились и магические мастера, но это драконы. Это в стиле нашего клуба Восточные Драконы Мира. Я прям, у меня столько идей, столько идей с этими коняхами, но попозже. Все-таки видео с покупочкой будет отдельным. Да, и тут уже вот они двое стоят. А, спойлеры. Вау. Какой ты бордо. Красный. Я думала, он какой-то не такой красный. В общем, нам добавили Алдрака. Это такой красный конь на фрийской основе. Стоит он 950 СК. Сила 1, дисциплина 1, выносливость и гибкость 3. Описание можете почитать, когда сами либо поедете покупать, либо просто, чтобы проинтересоваться. Так, так же Варамаур. Да, Картавая Майо Эр страдает от этого имени. Это такой же, точно такой же дракон с такими же характеристиками, но уже изумрудного цвета. Я не могу сказать, что он зеленый. Он именно изумрудный. Вот такой вот классный коняхи. Коняхи такие классные. И еще хвостик у них такой драконий. Прямо... А! Единственное, насколько я поняла, и вот даже сейчас я могу посмотреть по вот этим двум фризам, эти магические фризы постоянно будут с шишечками, так как мы не можем менять прически у магических лошадей. Так что возрадуйтесь, любители конного спорта, носящие на фризах шишечки. Эти кони специально для вас. Так что, если есть возможность, бегите и покупайте. И также добавили двух питомцев. Это скаты, точно такие же, которые до сих пор продаются с морскими архалтикинцами Форд Пинта. Так что в данный момент у нас в игре присутствуют два магических питомца и два магических коня. Так что, если не успели, бегите и покупайте. Значит, первый морской скатик у нас Виверна Хапанди. Для изумрудного дракона стоит 400 СК. Ребят, мне кажется, это дорого. И второй Виверна Каланди тоже стоит 400 СК. Ребята, я считаю, что все-таки 400 СК за таких питомцев это слишком завышенная цена. Она того не стоит. Совсем не стоит. Но я, наверное, буду брать. Брать, но попозже. Причем, кстати, они мне вначале понравились. Но сейчас что-то как-то такое себе. Не знаю. Подумаю. Вот морские скатики прям были в тему. Это я не знаю. Если добавят пандырянского скатика, вообще будет идеально. Вот. Так что, в этом обновлении все. Что же ждет нас на следующей неделе? А на следующей неделе к нам должен приехать Гильеро Гадера. Возвращается с очередной гонкой для лошадей Юрвика. То есть, это будет, по-моему, гонка для лохматиков. Не знаю. В общем, он приедет с определенной гонкой для определенных пород. Или определенных типажей лошадей. Ждем нас в следующей неделе. Так как мы они же добавили сегодня. Будем ждать уже его. И раз уж уже в этом месяце нам добавили магических коней, то, ребята, ожидайте также в сентябре. Нам добавят, если я правильно помню, Пейнт Хорсов. Ребята, это мечта для одного из моих аккаунтов. Он без лайфа, но я уже безумно хочу ему одну лошадь из этих красавчиков. Прямо сейчас вы можете посмотреть скриншот записи, которая была в ВКонтакте. Там есть видео, но я не буду прилагать на него ссылку. Можете сами его найти на ютубе. И, ребята, да, там есть масть Грозы и Спирита. И как же я хочу на свой основной аккаунт 2-3 лошади из этих мастей. А моему дополнительному аккаунту, если я когда-то куплю ему лайф, я точно скуплю абсолютно всех ему Пейнт Хорсов. Но это только вопрос времени. Так что на этом все. Пора заканчивать. Спасибо, что посмотрели это видео. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. И удачных вам тренировок в элитном манеже. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!